Я вам уже не раз советовал канал Dimjus. Dimjus это тот человек, который играет на проекте CCD Plane, играет в E.R.U. Forza Horizon 4, также в BMG Drive и также обучал играть маму играть в CS GO. Друзья, совсем скоро мы с ним запустим совместный конкурс, поэтому подписаться на него нужно будет обязательно. Поэтому если ты прямо сейчас на него подпишешься, то потом тебя это не затруднит и тебе это уже делать не нужно будет. Поэтому ссылка на канал Dimjus будет в описании, заходи и смотри качественный контент. Всем приятнейшего просмотра. Ну что, друзья, всем огромный привет, меня зовут Мишаня, мы сегодня по-прежнему продолжаем играть в MTA на проекте Rage MTA. Я вас всех приветствую и, друзья, сегодня у нас очередное обновление, которое называется 1.5. Вот, всем огромнейший, друзья, привет. В общем-то, наконец-таки мы дождались этого обновления. В этой обнове, друзья, нас ждет новая работа и много чего еще интересного. Мы сейчас на это все посмотрим. Но перед началом данного видеоролика я хотел бы вас попросить, чтобы вы поставили большой палец вверх. Это, друзья, обязательно. И подписались на канал. И написать любой комментарий. Мне будет очень приятно за то, что вы проявите такую активность под моим видеороликом. Потому что чем больше активности под роликом, тем выше ролик, в общем-то, и набирает вообще просмотры. Башмак, тебе большой привет. Здарова. Я знаю то, что это мой зритель. Здравствуй. В общем-то, обнова. Что у нас в обнове? Это 0.3.0.4.20.21. В общем-то, добавлен бонус-код, который называется Клан 2. Отыграй 7 часов и получи кейс Бомжичок и кейс Бэдмен из нового обновления. Кстати, видимо, кейсы добавили Бэдмену. Не знаю, конечно, когда добавят для меня кейсы. Кстати, тоже очень интересно. Ну, давайте, наверное, попросим у них, чтобы добавили мой кейс. Там, ауди-ТТ добавляете, да, чтобы выбивалось вообще с кейсами. Было бы прикольно. Добавлена гонка кланов. Соревнуйся с другими кланами, зарабатывай рейтинги и получай крутые призы. Так, хорошо. Все. Кланы обновили. Это мы, в принципе, знали. Это, в принципе, было очевидно. Мы их посмотрим. Добавлен второй этап кланов. Добавлена возможность купить особняк. Как я, в принципе, и также в прошлой серии говорил. Там у вас откроется возможность хранить оружие и патроны. Также захватывать территорию и участвовать в кланах в войнах. Добавлено возможность захватывать территории. Каждая территория это бизнес, который приносит ежедневную репутацию и доход кланов. А бои за территории. Добавлено возможность захватывать территории у других кланов. Чтобы назначить бой, нужно подойти к вражеской территории. Кстати, меня смотрите. Мусоровоз пытается забрать. Я надеюсь, что у него это не получится, как бы, да? Ну, вроде как, система тут, вроде как, адаптирована подо все, наверное. А, может, у него здесь мусор стоит? Или что? Или меня он в натуре пытается забрать? Ай, ладно. Также, пятое. Добавили оружийный магазин. С уникальным выбором оружия. Хорошо. Мы это посмотрим, кстати, тоже заценим. Добавлено 10 новых кастомных дисков. Добавили Люкан. Кстати, Hyper Sport. Добавлен уникальный автомобиль Bugatti Chiron Sport. Доступен в кейсе. Эксклюзив. Добавлено 3 новых кейса. Бомжичок. 50 рублей. Бэдман. И эксклюзив за 600 рублей. Капец. Добавлена работа. Уборщик отходов на выезде с Лос-Антоса. Доступно 70 часов. По всей карте активирована зеленая зона. Запрещена стрельба в городе Лос-Антос. Район Гэта активировано. А где разрешена стрельба? А, Гэта активирована красная зона, где разрешена стрельба. Вот, все. Неправильно прочитал. Бывает. Добавлен титул. Также транжира. Добавлен титул. Клановый боец. Добавлен новые достижения. Увеличена зарплата на работе логист, шахтер и почтальон. В общем-то, на все начальные работы, также, ребята, еще плюсом ко всему добавили зарплаты. Ну, кстати, что-что неплохо на самом деле, потому что мне кажется, что сейчас вот эта вот новая работа, которая называется мусоровоз или что-то уборщик отходов, ну, как-то там по-разному эту работу называют. Вот, в общем-то, мне на самом деле что-то подсказывает, что почему-то эта работа сейчас будет приносить неплохо денег, потому что не просто так добавили зарплату на начальные работы. В городе появилась новая технология сборки отходов, попробуй ее на этой работе. Так, ну что, начать работу. В общем-то, здравствуйте. Мне выдали, кстати, красный камаз, не как у всех зеленый и не как у всех там белый, а именно красный, кстати. Так, для выхода из транспорта нажмите F, ну, это, в принципе, понятно. Так, а что нужно мне делать? Вот, что мне интересно. Так, вот у нас получается метка, до нее ехать нужно 330 метров, в принципе, недалеко. Вот, и что мне нравится, опять же, в начале, в самом начале, да, это маленький такой вот, это маленькая штука, но она очень приятна. То, что даже грузовики выпадают на самом деле не с одинаковой раскраской, это уже очень радует, потому что, ну, как бы, конечно, в жизни, в жизни, то есть в реальной нашей жизни, они все оранжевые, да, в основном катаются, упираются. Хотя я не знаю, как у вас в городах, но у меня постоянно только оранжевые. Вот, и как бы, ну, у меня, да, в реальной жизни, как бы, это не так, как устроено, в общем-то, здесь, но, как бы, пацаны, мы находимся в МТА, ничего страшного. Так, нам нужно, в общем-то, башня крана, как вы видите, ее нужно двигать в самой тачке. А как, я хуев, знает, надо сейчас как-то разбираться, короче, как это делать? Так, вроде как, я вот сижу, все, все, надо вот как-то разобраться мне. Так, давайте я подъеду вот так вот, чтобы мне было немножечко, наверное, удобнее, мне кажется, да, чтобы сильно не тянуться. Так, надо стрелки. Вот, стрелки, они получаются на стрелках, в принципе, логично. Основание, конечно, вверх-вниз тут почему-то пишется. Так, но нам еще нужно также башня крана, башня крана, получается. Так, это я не смогу подобрать, наверное, да? Во, во, смогу, все нормально. Так, вниз, давай вниз, Enter. Так, перетащите объект к отсеку. Так, а это как? А, во, это Page Down, да? Page Up и Page Down. Так, все, я его открыл. А как мне на себя вести? Control, во. Так, Control зажал. Control вниз, Control вверх. Угу. Как его поместить-то, е-мое? Не, ну, прикольно. Прикольно, ничего не сказать. Прикольно. Но как это все сделать сейчас? Потому что я не могу поместить. А, соберите мусор. Это понятно. Так, а что мне дальше-то сделать? Как его на себя-то потащить? Я не умею это делать. Page Down, Page Up. А, во! Наконец-то. Все, хорошо. Я нажал, получается, кнопку Page Down. Да? Да, вроде. И все. У меня он начал сразу работать. Так, а как его... Ммм, сука. Как его убрать, пацаны? Так, четыре мусорщика не могут нормально взять один мусор. Так, я-то взял. Погоди. Че кричишь-то на меня? Я не могу его поместить к себе. Не, ну, это самая сложная работа, видимо. Так. Вот, я его веду до конца. Подъезжаю. Так. Основание, Ctrl. Во! Вроде как, вроде как. Я научу... А как я это сделал? Так, я нажал Ctrl. Нажал стрелочку вверх. Вот, видите? Она вот так вот подрегулировалась как-то под меня. Вот, я нажал Enter. И все. 1245 долларов за смену. Охуеть. Че я сейчас сделал вообще? Я не пойму. Я сейчас че-то понатыкал, че-то понаделал и заработал от этого бабки. Не, ну, это как бы прикольно. Ничего не сказать. Хорошо. Едем до следующей метки. У нас как бы осталась еще одна метка. На которой тоже нужно поработать. На которой тоже нужно будет сейчас потупить немного с этими стрелками. Ну, ничего страшного. Мы это сделаем сейчас, без проблем. Так. Сейчас только надо... Да, все, пацаны. Я разобрался. Короче. Как это делать? Мы нажимаем на Ctrl и нажимаем на стрелочку вверх или вниз. У вас двигается башня примерно вот таким вот образом. То есть, смотрите. Когда мы просто нажимаем на стрелки, вот. Она двигается, получается, только вот по этой части. Только вот вторая, вот эта вот, которая вот здесь вот. Ну, вы должны понять вообще, о чем я говорю. Нажимаем Ctrl и она двигается полностью вся. То есть, мы, получается, зажимаем Ctrl, выставляем примерно вот так вот башню. Убираем Ctrl и, получается, по самим стрелкам уже вот так вот подвигаете, короче, сам контейнер к КамАЗу. Потом нажимаете снова Ctrl, вверх вот так вот и все. И там кнопочка R будет или Enter, короче, нажмете и все. И у вас, короче, мусор поместится. Сейчас я вам покажу, как это делать. Давайте я выпрямлю, специально выпрямлю полностью башню. И смотрите, как я это сейчас быстро сделаю. Слава богу, то, что я с этим сейчас разобрался. Потому что поначалу, ну, вы сами видели, это было очень сложно, по сути, сделать. Так, мы, получается, опустили ее вниз, нажали, получается, Enter. Так, зажали Ctrl, получается. И просто повторю. Так, вот, все, подвинули КамАЗу, зажали Ctrl. Ctrl. Вот, потом, получается, начали уже выравнивать вот подобным только образом. Все, по-другому. А, я забыл, пацаны. Все, все, но Page Down, Page Up, вот это вот я забыл нажать. Поэтому извиняюсь. Бывает. Все. Самое главное, не забывайте, ребята, еще открывать в контейнер. Вот, сам контейнер, который находится в самом грузовике. Ну, короче. На самом деле, пацаны, работа прикольная. Работа прикольная, конечно, нужно разбираться. Ну, я записываю видосы с первого раза, как бы, да, в основном в лайв-режиме. И вы сами видите, как я с этим разбираюсь. Я думаю, это будет куда интереснее смотреть, чем смотреть на то, как уже человек придурочен полностью к этой работе. Вот. Ну, вы сами меня понимаете. Все, открываем контейнер у себя в машине. Так, нажимаем Ctrl вниз. Немножечко надо подъехать. Так, ёпта, вверх немного. Так, Ctrl зажимаю вот так вот. Оп. Энтер. Ctrl. Зажал. Вниз вот так вот подвинул. Все. Зашибись, пацаны. И я уже, кстати, заработал 4000 долларов. Вот что-что. Но на втором сервере вы сами знаете, какая сейчас экономика. И поэтому, мне кажется, это будет очень полезно. Почему полезно? Потому что сейчас я немножечко отыграю часов на втором сервере. И, наверное, полечу работать сразу же на эту работу. Я, кстати, не посмотрел, со скольки она часов. Но давайте я посмотрю. F2, GPS-навигатор, работы. И получается, работа уборщика отходов требуется от 70 часов, пацаны. К сожалению. Но, слушайте. Мне это не страшно. В принципе, на втором сервере, наверное, я сейчас немножечко позадрочу. Для того, чтобы начать работать именно на этой работе. Потому что эта работа сейчас, мне кажется, будет считаться самой прибыльной работой. Вообще, для игроков. Потому что я сейчас за 3 контейнера получил 3 700. Я считаю, что это очень круто. То есть 1300, там, 1200 с чем-то с одного контейнера. Это очень круто. Это не сложно. То есть, если разобраться, а вы в любом случае будете разбираться с этим. Потому что, ну, с первого раза, что как, никто ничего не поймет. Конечно, управление, все, в принципе, понятно. Самое главное, читать, смотреть внимательно. Не тупить. Это самое главное. Потому что я, в основном, туплю. Вот. В общем-то, друзья. На сегодня у нас все. На сегодня я заканчиваю наш видеоролик. Огромнейшее всем, ребята, сказать спасибо, кто вводит мои промокоды. Вот. Друзья, обязательно его вводите. Вообще, вот просто не обдумая. Потому что вы получите от меня всякие-всякие-всякие-всякие разные подарки и бонусы на проекте. От того, что вы просто ведете мой промокод. Если что, он есть в описании. Всех люблю. Всем до новых видосов, друзья. Всем удачи. И всем пока-пока. Ждите новые ролики по обновам. Потому что мы их будем смотреть обязательно. Каждому элементу, почти, почти каждому, я буду уделять по отдельности ролик. Все. Всех люблю. Друзья, всем до новых видосов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok